Поздравлять, конечно, надо с бодрым видом, потому что это сигнал надежды, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Видите, белый холст, это наше будущее. Никак не могу забыть слова моего друга, великого академика Фролова Константина Васильевича, который возглавлял Институт машиноведения, он сказал как-то мне, ты знаешь, говорит, мы учёные спрашиваем у будущего, будущее, что нас ждёт в будущем, и мы не слышим ответ. А мы слышим ответ, это наша надежда, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо, и в этом суть вопроса. Белый холст – это предвкушение, как белый холст перед кистью Рафаэль. Белый холст. Нет ничего лучше. Нет ничего лучше ещё не спетой песни. А самое лучшее стихотворение ещё не написанное. И наше самое лучшее действие, и самое наше лучшее слово ещё не сказано. И мы скажем это слово в Новом году, потому что все мы, люди, и мы хотим все, чтобы был мир на Земле, чтобы сохранился разум на планете, чтобы воздух был чистый, вода свежая, солнышко светило, и всем нам солнце. Чтобы меньше было войны, кризисов, катастроф. И если что-то случается, чтобы мы могли быстро-быстро прийти в себя и привести всё в порядок. Как в самих себе, так и в внешнем мире. Ну конечно, конечно, именно способность человека быстрее адаптироваться к изменяющимся всем условиям, которые в самом лучшем своём выражении проявляются как механизм созидания, механизм творчества, который вырабатывается методом саморегуляции ключ, в которой на самом деле есть то, что давно было известно, только происходило неосознанно. У каждого человека в моменты стрессов проявлялись какие-то ресурсные возможности. Иногда они его сковывали, иногда они его поднимали, делали героем, делали гением, который создавал шедевры. И вот сейчас я лично и наша школа «Человек будущего» «Хомофутурус» поздравляет вас с наступающим Новым Годом и желаем вам, чтобы вы все владели способностью регулировать своё нервно-психическое напряжение, потому что тогда вы сможете даже высокие напряжения стресса, самую высокую из энергии стресса, обращать себе на пользу и решать те задачи, которые раньше были решать невозможно. «Белый холст» – это песня, которая ещё не спет. Это завтрашний день, который ещё не произошёл. И от нас только зависит, как он произойдёт. От нас. Если мы каждый день хотя бы пять минут будем находить сами себя во всех этих изменяющихся условиях, сбрасывать впечатления, тревоги, суеты мыслей, побыть самим собой, понять, чего ты хочешь, как этого проще достичь. Делая упражнения самые простые, берите физкультуру, но адаптируйте к себе непосредственно, каждый к себе, по принципам и правилам, методам, ключ. Потому что, когда вы находите именно действия синхронные вам, как в любимом деле, когда вы занимаетесь любимым делом, вы отдыхаете душой, вам хочется дарить, творить, созидать в любимом деле. Но это же самое главное – найти себя в жизни. И наша школа поможет вам и помогает вам. И поэтому белый холст, для кого холст до красок, для кого это чистый лист бумаги, для кого это просто пространство, в которое слышит музыку и записывает нотами. У каждого свое восприятие и мироощущение, у каждого своя модальность, структура личности. Но самое главное во всем этом – это вечные человеческие ценности. Самое главное – любовь, способность сотрудничеству, это миросозидание в себе и в мире, это миропонимание себя и всех людей других. Это то, что говорили все, и Моисей говорил, и Христос говорил, и Магомед говорил, и Будда говорил. И каждый век говорит это своими новыми, новыми словами. Да. Потому что происходят технические революции, которые создают новые коммуникации. И когда появился спутник связи, например, когда уже не могли глушить вражеские голоса, например, тогда и появился Горбачев, потому что тогда уже люди могли слушать всякие голоса и уже могли понимать, что и на том конце планеты матери так же любят своих детей, как они любят своих детей. И что люди везде одинаковые, как говорил Будда. Найди эту нирвану, освободись от страданий, от страхов, от зависимости. А сегодня говорят это. Найди релаксацию, где у тебя возникает состояние такое, миропокоя, миротворение. Да. Но это по-разному говорят одни и те же слова и все методы мира по существу. Это школы. Одни и те же школы по своей структуре, просто в разных формах. В разных формах хотят донести до человека, что ты человек. И в каких-то обстоятельствах бы не находился. Сохраняй в себе человека. Главное, сохраняй в себе человека. Будь человеком. А уже дальше, какой ты? Какой ты? А в нашей школе Homo Futurus, Человек Будущего, как раз таки мы помогаем открыть себя, открыть свои таланты, а этим самым и свои перспективы. И увидеть, что на твоем холсте ты нарисуешь завтра. Или какое напишешь стихотворение. Потому что писать стихотворение или рисовать это та же разгрузка. Только есть разгрузка такая созидательная, а есть разгрузка такая простая, когда ты просто бросаешь чашку на пол и кричишь. Это разные формы разгрузки. А мы как раз таки занимаемся тем, чтобы эту голову, новую какую-то, энергию, новую энергию, которая всегда была старая, энергия стресса, всегда у тебя, когда у тебя возникает конфликт между твоим разумом, твоими чувствами и организмом, когда ты попадаешь в новую ситуацию, в новой проблеме или в новой стране, или в новом состоянии, который не был. Настрой. Всегда стресс. Ты живешь с этим стрессом, ты не понимаешь даже, что ты живешь иногда со стрессом. Чтобы эту новую энергию для себя превращать себе на пользу. А это уже современный век. Поэтому завтра на этом холсте будут новые контуры, новые жизни. Обязательно будут. Это закономерно. И поэтому я предлагаю вам, когда вы будете праздновать наступающий Новый год, вспомнить об этом. Этот холст, который завтра начнет покрываться разными людьми, своими произведениями, открытиями, шедеврами, поступками. А главное, быть человеком. Это чувство чужой боли, это любить ближнего, это способность сотрудничеству, это миросозидание. Да, здравствуй, друзья. Мы люди и сохраним разум на планете. И мы объединяемся. Объединяемся. Наша школа Homo Futurus для этого. До встречи, друзья. В Новом году. Поздравляю вас. Мы открываем этот белый холст. Идем в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова